С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от тяжелой военной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережили в те годы. Глядя в глаза смертельной опасности, они волей и крови достигали победы над сильным врагом. Война оставила глубокий след сознания миллионов людей, которые живут на разных континентах и говорят на разных языках. Посетить мероприятия в Брестской крепости, приуроченные ко Дню памяти и скорби, приехало огромное количество гостей из разных стран, неравнодушных в своей истории. Реконструкция воспроизвела все. И стрельбу, и взрывы, и пронзительные крики, и плач, и расстрел пленных. Сопереживание, интерес к происходящему, страх, ужасы, слезы. Эти эмоции свидетельства того, что атмосферу трагедии спустя 73 года передать удалось. Подготовка проходила в несколько этапов. Значит, и репетиции здесь на месте, и подготовка уже непосредственно перед самой реконструкцией. Оно всегда все по-другому. Разные роли, по-разному участвуем. Историю рассказываем одну и ту же, но с разных точек зрения. Приехала к вам из Риги с нашим военно-историческим клубом «Фронтлайн». Сегодня изображаю гражданское население. Я здесь уже второй раз, мне понравился в первый раз. И вообще место такое знаковое, скажем так, современным языком культовое. И сюда приехать большая честь. Реконструкция началась с разорвавшим мирную тишину, суровым грохотом стрельбы и проникновенным голосом диктора. Обволакивающие территорию сражения дым, выстрелы, передвижение воюющих сторон заставили зрителей окунуться в трагические события 1941 года. Скорбить по погибшим, сопереживать ветеранам гостям не помешал даже усиливающееся время от времени дождь. Специально приехала сюда, из Витебской области, чтобы посмотреть вот эту реконструкцию боя. Я давно хотела это увидеть. И не только мне интересно, как сотруднику музея вообще, а в принципе, хотелось бы это прочувствовать. Не знаю, все показано. И вот именно в этот момент, самое начало войны, в 4 часа утра, вот очень хочется посмотреть и увидеть своими глазами вот это все действие. Война – это время проявления героизма и мужества на фронте и в тылу врага. Люди показали невиданную стойкость и силу духа, защищая свою родину от фашистских захватчиков. Реконструкторам удалось показать, какими были люди того времени, какими были наши прадеды и деды. Участие в баталиях мощной техники 40-х годов, а также большое количество участников сражения, придали масштабность событию. Наступление атакующих войск с трех разных направлений позволило гостям почувствовать себя в самом эпицентре тех страшных событий. Особенно проникновенной для зрителей стала волнительная сцена сдачи в плен немцам, женщин, детей и раненых бойцов. Детей защитники приняли решение отправить их. Я родился на Меньщине, и все это пережил годы оккупации и ужасы войны. Поэтому, видимо, стал офицером, чтобы стоять на страже нашей Родины. Здорово, здорово. Чтобы наши дети, внуки, правнуки видели все это и знали, как досталось все это нашему народу. Вот это мероприятие, оно, как сказать, очень патриотически воспитывает молодежь. Город Орел. Конечно, и должен отметить, что участники проявили большое мастерство, трудолюбие в осваивании своих профессий, военных людей. Ну и что, и задумка была очень неплохая. В целом, я считаю, что мероприятие удалось. Война – это страшное испытание для любой страны, любого народа и каждого человека. Она приносит много горя и страданий и для взрослых, и детей. И всем, кто видел войну своими глазами, никогда об этом не забыть. Реконструкция военных событий дала возможность очутиться в гуще тревожных событий тех лет, почувствовать боль и страдания, матерей, солдат, сирот, увидеть зверство карателей, страх людей, пребывающих в концлагерях, одиночество, жизнь в партизанском отряде. Подготовка подобного мероприятия требует кропотливой работы, большого количества специалистов в области истории. На протяжении длительного времени изучаются различные сражения с помощью архивных документов, свидетельств очевидцев, обращения к ветеранам. И все это для того, чтобы с максимальной точностью воспроизвести бой. В этом году реконструкция на Кобринском укреплении стала настоящей постановкой трагедии, отразившей жизни наших предков в июне 41-го. Мне даже такие вещи страшно смотреть. Честно говоря. Потому что это уже в крови где-то пребывается, с этим страхом. Суровая действительность войны – непримиримое противоречие со всем прекрасным. Во все времена люди чувствовали ее холодное дыхание у себя за спиной. Столько боли, горечи, пустоты, одиночества и дрожи несет в себе одно лишь это слово. Победа наших солдат в Великой Отечественной войне – результат патриотизма народа, его стремление к исполнению своего долга – умереть, но не допустить врага к стенам государства. Наши предки всегда понимали, что на них легла ответственность за судьбу Родины. Нет границ величия патриотизма, выдержки, победы. Самоотверженность советского народа должна непременно служить примером молодому поколению.